Ого, друзья, привет! Мы сегодня с вами приготовим столовские котлеты, как из детства. Я не знаю, как вы, в детстве я всегда был достаточно плотненьким и упитанным парнем, любил полакомиться в школьной столовой, и мое любимое блюдо это были школьные котлеты. Такие, знаете, которые готовили на протвенях, запеченные, видно, что они были не жареные, с остывшими холодными макарошками, со слившимся пюре, неважно, эти котлеты даже вот на таком обычном черном хлебе заходили просто на ура, настоящий гамбургер из детства, кусочек черного хлеба, котлетка, а если кетчуп раздобыть, так вообще просто пушка, бомба и улет. Я очень долго искал этот рецепт, только когда уже впоследствии начал работать и учиться, в сборниках рецептур нашел тот самый рецепт, который идеально совпал с моими вкусами и воспоминаниями из детства. И самая главная фишка у нас сегодня будет заключаться именно в хлебе. Как оказалось, настоящий вкус тех самых котлет из детства скрывался именно в секрете того, что в этой рецептуре используется серый хлеб. Не белый, как многие используют, а именно серый. Не знаю почему, но, видимо, он дает тот самый вкус, и мои воспоминания, и вкусовые кусочки просто кайфуют. Первое, что мне сегодня нужно сделать, это часть такого хлеба нарезать небольшими кубиками и отправить в духовку подсушиться для того, чтобы приготовить из него панировочные сухари. Иногда бывает, что такой хлеб бывает достаточно черной коркой, тогда ее, конечно, лучше срезать. В остальном нам эти корки абсолютно не мешают, мы их оставляем, не трогаем, все пойдет в дело. И нарезаем произвольными полосками, а затем на более мелкие кусочки. И все это у меня отправляется на обычный противень. Как вы будете сушить эти сухари, никакого значения не имеет. Может быть, вы по старинке откладываете небольшое количество хлеба, который у вас остается, и сушите его до состояния сухарей. Отлично, у вас уже готовые сухари, осталось только измельчить через блендер. Можно же сделать это в духовке. Температура примерно 160-180 градусов. И следите за тем, чтобы хлеб сильно не темнел, но подсыхал. Обычно это уходит минут 20-30, но обязательно следите за тем, чтобы ничего не сгорело. И для самого фарша нам также понадобится этот самый хлеб. Его нужно замочить водой. Хлеба в тех столовских котлетах было достаточно, именно поэтому их было много. И они, наверное, были такие вкусные, потому что все дело не в мясе, а все дело в хлебе. Соотношение примерно 1 к 2 на 2 части фарша, 1 часть хлеба. Но чтобы вы точно могли повторить мой рецепт, все ингредиенты в описании под видео. Поэтому здесь тоже хлеб нарезаю импровизированным кубиком. И отправляю в миску. И заливаем это все обычной, простой водой. Никаких дорогих продуктов в этой рецептуре не используется. По классике из граненого стакана. Как видите, воды идет немного. Дело в том, что наша задача не превратить этот хлеб в кашу жидкую, а для того, чтобы мы смогли его пропустить через мясорубку. Впоследствии он будет впитывать в себя сок, выделяющийся из говядины. И именно за счет этого котлеты останутся сочными внутри. Поэтому пока отставляю в сторону, пускай впитывает то, что мы к нему добавили. Следующий ингредиент это репчатый лук. На мое количество это две вот такие небольшие луковицы. И я их подготовлю для мясорубки. Рецепт можно отнести к комбинатовским, поэтому никакого времени на предварительную обжарку, пассировку, уж тем более мелкую нарезку кубиком здесь не идет. Оставили так, просто пропустим через мясорубку. Ну и финальный ингредиент это говядина. У меня самый обычный говяжий фарш из морозилки, даже вот он еще не до конца у меня отмерз. Его мы также повторно будем пропускать через мясорубку с мелкой ячейкой. Опережая вопрос о том, можно ли заменить говядину на какой-то другой вид мяса или на курицу, скажу, что для того, чтобы следовать классическому рецепту, нет. Дело в том, что в детском питании, в принципе, ну по крайней мере 10 лет назад, когда я этим вопросом интересовался, свинина в принципе запрещена для детского питания, используется только говядина. С курицей сделать можно, но вкус уже будет совсем не тот, не тот яркий и насыщенный, тем более, что половина у нас будет с вами, это хлеб. Поэтому я расчехляю свою мясорубку и мы начинаем готовить фарш. В данном процессе ничего мудреного нет, начинаем измельчать мясо, хлеб и лук. Великолепно! Как я и говорил, хлеба половина от мяса. Ну что такое, времена такие. Наша задача сейчас посолить, поперчить и хорошенько вымешать всю эту массу. И все хорошо перемешать. Как видите, масса получается плотной, даже без добавления каких-либо яиц, как это любят делать некоторые. Поэтому дальше у нас два шага. Либо мы продолжаем вымешивать еще минут 5, для того, чтобы точно убедиться, что все хорошенько, равномерно вымешано. И даже периодически можно по классике отбивать фарш, для того, чтобы он стал еще более липким и форму устойчивым. И котлеты в духовке лучше держали свою форму. Либо второй раз пропустить через мясорубку, тогда точно все хорошо объединится. Вот и все. Масса на котлеты готова. Оставлю ее буквально на полчасика, пускай подмаринуется от соли, перца и репчатого лука, которые есть в массе. Я за это время как раз посушу сухарики. Можно будет делать панировку и начать формировать котлеты. Сухарики у меня подсохли. И надо измельчить их до состояния панировочных сухарей. Удобнее всего делать это в блендере. Загружаю небольшими порциями. И пересыпаем в емкость, в которой будем панировать. Ну что, друзья, все составляющие для котлет у нас готовы. Осталось их сформировать. Первым делом я смажу противень растительным маслом, тот противень, на котором мы будем запекать. Можно использовать фольгу, можно использовать пергамент, а можно готовить прямо на листе. Поскольку формировать и панировать котлеты я буду в одиночку, для того, чтобы руки не становились грязными, вначале я сформирую все котлетки, а потом уже буду панировать сухаря. Смачиваю руки в небольшом количестве холодной воды. И буду брать вот такие небольшие порции фарша. Грамм по 80, по 100. Для того, чтобы сформировать небольшие котлетки. Примерно такие они и были в школе. Пока буду складывать их на противень. Вот так вот отбивая их об руку, переворачиваем и еще отбиваем. И получаем форму хороших котлет. Ну, красота! Красивый и аккуратный. И вот теперь уже чистыми сухими руками можно панировать котлеты. Беру одну котлету. И обсыпаю ее сухарями. Никакое дополнительное яйцо, льезон или другая жидкость для панировки здесь не нужна. Сколько панировки прилипло, столько и прилипло. При желании можно немножко деформировать руками котлету. И выкладываем обратно противень. Все, как видите, чисто, аккуратно и достаточно просто, на мой взгляд. Духовку разогреваем до 180-190 градусов и отправляем их запекаться. Примерное время запекания это 30 минут. Как проверить, что они готовы? Прокалывайте зубочисткой, вилкой или ножом. Если из котлет льется прозрачный сок, значит, ваши котлеты полностью готовы. Ну и ориентируйтесь на красивую золотистую корочку. Если корочка уже есть, а при проколе вытекает розовый сок, то температуру можно немножко уменьшить и довести до готовности еще минут 10 с пониженной температурой. Готово! И вот наступает тот самый кайф. Третий урок, ты дежуришь, тебя отпускают минут на 5-10 пораньше срока для того, чтобы ты пошел в столовую накрывать на весь класс. Тебе выдают тарелки, выдают этот противень. Ну, объективно, не совсем козистых котлет, но это так вкусно пахнет. Ты уже голодный, вы набегались на переменках, и тебе хочется это попробовать. И мне не терпится попробовать. Такие вот котлетосики. И традиционный граненый стакан чая с тремя чаинками. Понятное дело, что в этом рецепте речь идет не о мишленовских котлетах, не аккуратных, выверенных каких-то, не зажаренных во фритюре, и уж тем более на сковороде. Все максимально быстро и на большое количество человек. Но как приятно иногда оказаться в этих детских временах. Напишите в комментариях, какое школьное блюдо у вас вызывает больше всего положительных эмоций. Не забывайте, что рецепт школьной пиццы и сосисек в тесте у нас уже есть на канале. Обязательно его посмотрите. Ссылочку оставлю в конце и в описании. Ну, а сейчас давайте разломаем и попробуем эту красоту. Рыхлые, мягкие. При этом достаточно сочные. Моя пицца. Моя пицца. Моя пицца. Эти если выбраться publ Wheaton на курсе, не повторяйте.